Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная звука. Раз уж я сегодня тут вот села и есть возможность ответить на некоторые вопросы, отвечу на вопрос, который задают мне очень часто. Выращиваю ли я рассаду в улитках? И если не выращиваю, то почему? Чем мне не нравится этот метод? Я сейчас расскажу, почему я не выращиваю в улитках и выращивала. Когда-то у нас вот, ну, несколько лет назад было такое поветрие, что это вот новинка выращивания нетрадиционным таким способом, крутить улитки. Я тоже пробовала. Я пробовала крутить улитки и я считаю, что этот способ, он очень удобен. Он выручит тех, у кого нет, вот как у меня, стеллажей, нет много, например, окон на солнечную сторону. Они компактные, они такие, все, все это прекрасно. Но, если на первоначальном этапе, для, например, для наклевывания, для получения всходов, они очень хороши, но потом, они ведь не могут там долго существовать, их все равно нужно как-то распекировывать. И я не вижу смысла крутить, например, улитки, если у меня получается прекрасно вот так, традиционным способом, как я выращивала. Я один год попробовала, и мне почему-то кажется, вот когда раскручиваешь этот целлофан или полиэтилен, там очень мало земли. У меня почему-то всегда создается впечатление, ну, по крайней мере, в то время, когда я делала. Мне казалось, что им мало земли, что им не хватает питательных вот этих веществ. Как проводить полив там, вот они плотно скручены, как их поливать, ну, поливают с поддона, конечно. Ну, короче, там нужно приспосабливаться, нужны свои нюансы. И один раз попробовав, один год, я решила, что такой метод, он хорош для проращивания. Вот, например, мне понравилось проращивать цинии там в таком, не пересыхает же этот слой, я его скрутила, раз, завязываю, они долго там сидят, потом откроешь, они уже готовые. И корешок хороший этот, и я распикировывала по стаканчику. Ну, а томаты я вот как привыкла в лотках сеять. Мне нравится, во-первых, ну, это, конечно, зависит все, наверное, от натуры человека. Мне нравятся, во-первых, вот сами эти земляные работы. Я когда готовлю этот грунт, я когда все это делаю, я получаю просто наслаждение, что невозможно при выращивании улиток, в улитках, там нет такого. Я вот рыхлю свои, эти первые, вот начинают они, у меня это рыхление, у меня вот это наблюдение, вот эти стройные редки, вот эта зелень, это уже как имитация, как маленький огородик. В улитках там совсем по-другому, там не порыхлишь, там ухаживать за ними даже на первых порах не будешь. И мне кажется, что они все-таки там какие-то угнетенные, ущемленные. Но это только мое личное мнение, может быть, им там тоже хорошо. Мне кажется, там и воздуха не хватает, потому что они там вот это вот слой за слоем, и там кислород не поступает. Но люди, кто выращивает в улитках, они хвалят. Им нравится этот метод. У меня есть подруга, которая выращивает только в улитках. Но у меня, у меня совсем другой объем. У меня есть стеллажи, у меня все приготовлено для выращивания вот в таком, в просторном виде. И мне кажется, вот так он легче дышится. Им больше достается всего и земли, и вот ухода от хозяйки. Мне кажется, так они получаются все равно лучше. Но это мое мнение, я не буду спорить, не буду отговаривать людей, применять, например, улитки. Я не имею на это права, потому что кто приспособился к этому методу, и хорошо получается, ну ради бога. Мы каждый ищем свой путь. У меня вот очень простое огородничество. Я стараюсь, ну как традиционное, да, я стараюсь как делала раньше, так и делаю. Ну, конечно, если какие-то новые средства, там препараты для борьбы с болезнями, для протравливания, например, для обеззараживания, если появляются, я с удовольствием применяю. Но мне кажется, что вот так в земле, на поле, вот на маленьком-маленьком поле, в лотке, томатам все равно лучше. Они получаются такие прям толстенькие, аппетитненькие. Ну, кто хочет крутить улитки, крутите. Все, даже не знаю, что сказать. Почему я не делаю улитки? Потому что, наверное, я землеройка, люблю землю. Как говорят, в прошлой жизни была червяком или кем, кто любит землю, про себя так говорит все. Продолжение следует...